Сегодня за два часа шесть лучших строителей из моего дискорд сервера будут строить что-то новогоднее. Что это будет, я не знаю. Может кто-то построит снеговика, кто-то еще кого-то, но это уже вам решать. Давайте, конечно же, запустим салют, после чего вы будете начинать строить. Раз, два, три, запуск! Да, мощный салют. Че? О, иди сюда, иди сюда. Зу и дучу. Ты хорошо играл с тебя в этом году. Прошли 30 минут, я начинаю смотреть, что тут вообще получается. Первый Хримсон. Это огромные сани из конфет. Типа, вот здесь такие леденцы, и типа на них эти сани едут. Они огромные. А че, мне кажется, все сани строили что-то. По-моему, да. А, Андреев 24-00-73, который тоже строит сани. Но они тоже красивые. И теперь мастер-билдер Комэн Фокс, который тоже строит сани. Тоже. Получается, 6 участников, 50% это сани. Все 100, по-моему. Если это так, то это будет очень ненормально. Дальше у нас босс, и тут тоже сани. Мы же говорили. В зеленой команде там у нас, ну, сам скажешь. Сани. Да, сани. Тоже сани. Так, если паштет строит сани, тогда все участники строят сани. Сейчас проверим. Так, и паштет строит... Я строю мясорубку. Че, это мясорубка? Это что за новый вид мясорубки? Все строят сани, да? Я это видео назову битву строителей новогодняя тема. Ничто не помешает. Даже то, что вы все сговорились. Назовершая битва строителей новогодняя тема. Я удалил все. Сейчас буду приносить красную кнопку в жертву. Готовы? Короче, 3, 2, 1, 0. Вам, вам, вам. Ой, сломалось. Прошли 30 минут. Хотя, зачем я об этом напоминаю? Только что же была надпись в 30 минут прошли. Ладно. Здесь у нас Кримсон с санями из конфет. Они и пока не красивые. Тут у нас такие леденцы. Такие сани. Такие завороты. Это, наверное, большие печеньки. Или конфетки, не знаю. Сейчас я знаю, я знаю, я знаю. Я тебе покажу. Берем конфету и крепим ее сюда. И получается красивая конфета на санях. Выглядит чудесно. Ладно, я пойду. Дальше у нас Кэмэн Фокс. Я думаю, у тебя должна получиться крутая постройка. Судя по твоим корабликам. Ну, то есть... Великий... А как называются эти корабли? Крейсеры. Крейсеры. А, да, крейсеры. На этих санях есть сани. Почему, мне интересно, у вас такие большие сани? Ну, ладно. Главное, чтобы впереди были большие, крутые, мощные... Почему нет, потому снеговика не строят, а все сани строят? Так обидно. Я по сани. Нет, новогодняя тема. Можно снеговика посадить за сани. И тогда получится сани снеговиком. Я согласен. Здесь у нас сани босса. И это единственные сани, которого синего цвета. Почему это так? Потому что сани у него в снегулачка. Что-то не особо похоже на снегуручку. Ну, они очень красивые. Или саню посадить в сани. Блин, как это смешно. Дальше у нас Арконус. Арконус. Ну, короче, тут... А. Читай. Ладно, давай буду читать по-умному. Ну, короче, тут будет пемпендикуляр, пукалятор, который будет жестко пустеет. И она жестко гореть будет огнем. Прямо типа она красивая летать будет вообще жестко. Подожди, я понял. Пемпендикуляр от этой палки проходит сюда. Здесь будет мотор, который будет гореть огнем. Я все понял. Нет, 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 нет. Короче, это мотор, ты был прав, но смотри. У меня не будет оленей. А, ну все, я ухожу. Все, это не обсуждается. Все, мне не жалко. Согласен. Согласен? А? Дальше у нас паштет. Паштета сани тоже сани. Здесь красиво. Знаете, что тут красиво? Тут красиво то, что вот это красиво. Тут все завернуто. И то, что вот это тоже похоже на гуся сжареного. Ну, паштет, как всегда, строят крутые постройки, конечно. Они большие, потому что из конфеток. А много конфет не бывает. Согласен. Почему я всегда согласен с Кримсоном? Ладно, это были все постройки за эти 30 минут. Всем пока. 30 минут прошли. Что здесь происходит? Мы поем. Это сани Кримсона. И они стали гораздо красивее за эти 30 минут. О, как мне это нравится. Как это выглядит. Сани чуть-чуть подледенели. На них кусочки льда. Это так красиво выглядит. А еще здесь есть тревяшки. Но эта ткань мне не очень нравится. Ну, так-то тут все очень топовое. Почитай. Опять читать. Пенунликуляр. Ты неправильно же написал. Пен... Пендикуляр надо было написать. Копикендикулярное. Это название такое. Нет, ну пенди... Ой, пенди... 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 90 градусов. Или ты не это имел вид? Нет, это название двигателя такое. А, это название двигателя? Ну ладно. Короче, пепунликатор пукалятор... Скоро будет тут... И все будет гореть. И тут-то будет олень. Который... Который... Будет толкать... Все. Плют так много ошибок. Хе-хе-хе. Так надо. Дальше у нас Санни паштет. Они тоже красного цвета. Почему тут все красное? Кроме босса. Босса самая... Это очень-очень красиво. Но здесь нет оленей. Она будет работать на... Насилие. Она будет работать на волшебствебок. Если я буду делать оленей, то они будут кринжовые. Реза. Дальше... Коммэнд Фокс. Вот такой выступ, как волна. Хотя больше похоже на Акул. Дизайн такой. А. Типа... Новый дизайн. О, здесь такой большой мотор может поместиться. Тут даже я помещаюсь. Это Санни... Босса. Которые отличаются тем, что они синие. Но здесь красивые матрасы теперь есть. Красные. На них можно полежать. Это Эндрюй в 24-00-73. Это тоже Санни. Но у нас вообще у всех Санни. Этот убийцу строитель надо было назвать Санни. Ну так назови Санни ее. Санни от Санни. Санни в порядке. Расскажи нам. Скажи нам, Санни. А, кстати, тут есть два ускорителя. Это самые маленькие Санни, наверное. Значит, оленей тоже не будет. Почему никто не хочет делать оленей? Посмотрите, как оленей выглядят в Майнкрафте. Оленей в Майнкрафте нет. Почему? Потому что... А то там есть кони. Понятно. Там есть кони. Там есть бараны. Бараны есть, да. Не бараны окажутся. Так, олени в Майнкрафт набираю. Вот я нашел вот это же оленей какой-то. Это с модом, если. А вот это... А Майнкрафт в Майнкрафте нет. Вот, вот это не мод. Верно. Значит, это аддон. Дополнение. А вот это точно не мод. Значит, это как-то модификация от рынка Майнкрафт. И сделано это для Bedrock Edition, кто не является официальным контентом Майнкрафт. А вот это? Слушай, ух. А это... А это фотошоп. Давайте сделать такого оленя, которого я сейчас вижу. Если вы их сделаете, они такие милые, и я вам поставлю 10. И где этот оленей? Это не олень, это я. Это что, меня за оленя придел? А там я был. А вот тут олень. Я вас спрашивал, где олень. Так ты сказал, что там за олень? Ты что, меня оленем назвал? А, нет. Ты он того соседнего пацана назвал оленем, наверное. Ну, я не про тебя, я назвал там соседнего пацана. Ну, короче, вот оленя, они красивые. Сделай такие. Сделай, 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 сделай. Начинаем обзор построек. Короче, сейчас начинаем. Воу, здесь есть зимний лес, это уже смотрится красиво. А что же здесь это такое? Это какой-то подарок. Это реально подарок. Снегурочка. Давай его откроем. Открывай. Ладно. А почему кнопка не красная? Давай красная. Не, ну ладно, сойдет. Сани, подарки. Ледяные, это, ну, синие сани. А под ней еще подарки. Мягкий, мягкий диван. Ну, короче, это реклама сани, типа-то, вот. Как вы видите? Воу, куда я там? Я тоже хотел управлять. А? Там снежинки. Там снежинки, реально. Сейчас, подожди, тебя звук. Это снежные ракеты, которые есть у малого количества человек. Вообще, почти ни у кого их нет, короче. И это придаёт этим саням вообще такой эффект. Вау. Мне это нравится. Мы пролетаем в, этот, северном сиянии, ну, на крутых новогодних санях. Это так красиво. Преодолеваем солнечные лучи вот такие. Ну, красивые. Как это приятно. Это такой антистресс. Вау, просто. Ладно, давайте оценим. Я ставлю 10. Я ставлю 9. Топы, они бесконечные, ух. А, нет. Нет, бензин кончился, мы падаем. Зачем я так далеко улетел? Ну, это было красиво. Кримсон ставит 9 и 1 десятую. Молодец, 10. Я их не видел, но за турбину 10. Паштет, ставь оценку. С нами, давайте подумаем, что поставил паштет. Он бы сказал, что он... А, у меня ника выключена. Я задумаю, что у меня это 8. И ты получаешь 55 очков. Давайте, наверное, я тебе дальше построю. Дай конфетку красную. Мне сани застряли. Сейчас поможем. Стоять. Чик. Я помогать хочу. Это сани паштет. Это мои сани. Здесь есть мешок с подарками, которых здесь очень много. Также здесь есть золотые... Что это? Золотое обрамление. Оно золотое. Но ты говорил, что ты это делал из стекла. Так что нас всех обманули. Так, что же они у тебя умеют? О, они умеют быстро ехать. И не умеют летать. А как ты будешь себе подарки развозить? И почему подарки такие маленькие? Допустим, что этот... Какой-то челик живет в конце карты. И надо ему привезти подарок. И мы едем. А, ну хотя ты должен везти, по идее. Это же твои сани. Да. Красный корпус точно выживет. А у золотое обрамление и стекла нет. Я же говорил, надо было использовать золото. Золото крепкое. Ну, в общем-то, Саня, у тебя очень красивые-то получились. Но, за то, что тут вместо золота ты использовал стекло, я поставлю 9. Но за то, что оно делает сальтухи, 9 с половиной. Эй, почему? 9 и 8. 9 и 5. А почему из-за стекла-то так нечестно? Да, это реально повод снизить балл. Все зависит от ключа. А если он 10 поставит, тогда... Смотри, вот эти, Саня, ты решаешь их судьбу. Они займут первое место или нет? Напряженный момент вообще. Ну, тебе буду озвучивать Кримсона. Лис нету. Ну, они красивые. И тут есть подарочек. 9 и... Чего? 109. Так, получается 58 с половиной очков. Ты побил свой рекорд паштет по очкам. Кто из вас больше всего похож на Деда Мороза? Я. У меня даже борода есть. Нет, ты похож на Деда Мороза. Биби, мы приехали на эту остановку. Спасибо. Ка. Пить желательно только лесятам. Блин, по здоровью Кримсона, наверное, будет самое интересное. Посмотри. Эндреев 240073 и гоночные сани. Прямо как название мультика. Типа, Эндреев 240073 и гоночные сани. Они красивые. Ага, значит, я сажусь рядом с турбинами, а ты в красивом и уютном кресле. Зря я тебя сел. Они умеют летать, это очень круто. Но они гоночные, суперкрасивые. Вообще, эти сани предназначены для спидранеров по разносу подарков. И я ставлю за внешний вид... Я думаю, 9. Босс ставит 8. Ну, я думаю, 8 на тебе поставить. Ты получаешь 53 очка, и мы идем дальше. Это постройка Кримсона. Знаете, почему она крутая? Потому что здесь все очень смешное. Сейчас вы знаете почему. Так, давай-ка сначала почитаем надписи здесь. Вообще, это такие красивые лизацовые сани, которые везет. Вот такой маленький олененок, или это лист, я не знаю, кто это. Здесь это самое интересное. Хотя эти сани очень красивые, но тут еще интересные. Вкусное молоко. Кто так называет? Вкусное молочко. Кто так называет свою фирму, интересно? Пить желательно только лися там. Никаких печатей, ничего нет. Просто вкусное молочко. О, а здесь вообще черная бутылка. А это шоколадное молочко. Молочко с конфетками. Ну ладно, можно было бы назвать конфетное молоко. Но здесь написано молочко с конфетками вкусное. Ну почему бы и нет, на самом деле. Пить желательно только лисятам. Все, да? Ну, блин, такое смешное название. Молочко с конфетками вкусное. Также здесь есть кружка кофе, которая явно уже замерзла, потому что даже не вытекает. Тут еще подарок должен быть. А мне кажется, все это и так уже большой подарок. Здесь также есть печенье, хлебушек. И самое красивое, это то, что я здесь санюз, заледеневшее. Печенье. Или он остыл. Вот этот лисенок, он такой красивый, он даже двигается. Вот он может ходить даже. Хоп, 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 хоп. Все, я оцениваю. Десять. Это лучше. Хоть за вкусное молочко. Сейчас смотри. Давайте округлим десять. Нет, 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 нет. Босс ставит девять. Комманд фокс десять. Так, паштет. Восемь и пять. Если кто-то сейчас поставит десять, ты получаешь пятьдесят восемь с половиной очков. Это столько же, сколько у паштета. Комманд фокс, у тебя тут есть олень. Если бы ты сделал олень, у которого бы я скинул, то даже было бы красивее. Красивый. О, здесь есть дорожка от снега, типа он по ней ехал. Сами сани, конечно же, здесь есть. Здесь есть три места, четыре подарка, красивый дизайн. Без обид, но это олень, похож на Э, колобосю. Это какашка? Что? Что, еще расскажи. Это какашка? Доволен? Да. Надеваемся за Дарконусом, двадцать шесть, четыре часа. Блин. Здесь красивый дизайн, красивый олень, который, ну, ну, на что он похоже сказал уже Кримсон. Ну, ладно, давайте оценивать. Девять и пять. Восемь и семь, ладно. Я привык строить только корабли. Десять из десяти только из оленей. Восемь и половин. Ты получаешь сорок пять и семь десятых очков. Лисий переводчик поломался. Это, почему я всегда говорю это? Чтобы было эпичней. Тут находятся сани Арконуса в этих больших лесах. И сами сани. Знаете, почему можно поставить десять? Здесь есть маленькие олени, которых я говорил построить. Поэтому сразу можно десять из десяти поставить. Они такие красивые. Также тут есть сани. Супер-мега, пупер-мега. Так, как бы это сказал Аркон? Лайдерная противомутантная мутантского города пушка. А, это пушка для раздачи подарков. Так проще. И сами пота... Какая мутантная. Ну, тут просто такая зеленая штука какая-то неоновая. Так, давайте попробуем полетать. Смотрите все. Воу, куда? Это было очень неожиданно. А как этот рулить? Ой-ой-ой. Ой, я смог выжить. Какой красивый цвет ускорителей. Надо включить ночь и полетать. Под крутую, интересную музыку. Ну, десять. Может, это что-то, что-то ставит десять. 8.47 Ты получаешь 55,47 очков. На этом эта битва строителей будет заканчиваться. Спасибо за участие Кримсону, Арконусу, Коммент Фоксу, Паштету. Боссу, Эндреф240073. И еще мне. Вот же, интересная битва строителей. И всем пока. Я, я пошел строить сюрприз на сто тысяч. А чтобы увидеть этот сюрприз, надо подписаться и поставить лайк.